Мясо и молочная продукция. Привычная для нас пища животного происхождения, богатая жирами, белками, а также витаминами группы В. Практически каждый человек знает, что отсутствие животных ферм приводит к дефициту продукции, но не все понимают, от кого зависит ее качество. Врачи-ветеринары – специалисты, которые заботятся не только о состоянии животных, но и о нашем здоровье. Тем не менее, в Республике Молдова существует большой дефицит ветеринаров, а количество необходимых специалистов исчисляется сотнями. Согласно статистике коллегии ветеринарных врачей Республики Молдова, самое меньшее количество врачей насчитывается в Гладианском районе. Всего четверо человек. Один из них – Евгений Ротарь, врач-ветеринар с 35-летним опытом из старых фундур. Работает на трех фермах и в одной ветеринарной аптеке в Гладианах. Услуги ветеринара в этом районе очень востребованы, но специалистов, к сожалению, не хватает. Услуги ветеринарных врачей активированы на центре Гладианском районе. Ветеринар помнит времена, когда работы было очень много. А количество коров в селе Старые Фундуры составляло 500 голов. Согласно статистике Национального бюро, в Комуне Старые Фундуры на 2023 год насчитывается 895 голов продуктивного скота, а в Комуне Стурзовка – 1120 голов. Если жители Стурзовки еще могут обратиться в ветеринарный пункт в своем селе, то людям из старых фундур, держащих в своих хозяйствах животных, добиться услуг ветеринара очень сложно, ведь село осталось без врача. Утки имеем, а вот здесь ветеринар. Я думаю, что да, если село, большое надо было, чтобы больше было врачей. Ну мы идем прямо в пункт, где у него там есть специальное место, он нормально приходит, никогда не отказывает. Обязательно пункт должен быть, потому что люди держат, хозяйство нужна, помощь обязательно. Как без этого? Как люди нуждаются, так и животные нуждаются. По-моему, есть порчи? Как идея вы выбираете в медицинский медицинский? Да. Иди сюда. Почему? Да, мы не искупаем, но мы не принимаем медицей. Когда-то были, но мы не принимаем медицей, и ветеринар. У меня есть два каприца. Практически мы не принимаем медицей, потому что мы не имеем в городе. В 70 километрах от старых Фундур находится село Братушаны Единецкого района, где ситуация не настолько критична, так как там находится единственный в Молдове ветеринарный колледж. Василий Ренца и Людмила Присакарь, ветеринарные врачи из Единецкого района, пришли в эту профессию сразу после окончания учебных заведений. Коллеги очень часто взаимодействуют и выручают друг друга в тяжелых случаях. Активисты на месяц, после окончания учебных заведений в том, что мы регистрируем медицей и ветеринары. После окончания учебных заведений мы должны обслужить в факультете медицей и ветеринары. На момент медветеринар. На момент, в центре района Единеца есть 15 фермы в Бовине, фермы в Порчине, в Бовине, в Базине Хвачи. Помимо того, что Людмила Присакарь является заучем Братушанского ветеринарного колледжа, она часто выручает владельцев животных и привлекает к работе студентов. Я окончила Ивановский сельскохозяйственный институт в 1987 году. И сразу же после окончания института я пришла работать в колледж. Собственно говоря, здесь работаю 36 лет. Ну да, я очень люблю животных. Очень люблю. И у нас всегда дома было очень много котов, собак. Ну так как я живу в сельской местности, у родителей всегда была корова. И мне очень нравилось, когда не было родителей, я заходила в помещение для коровы, садилась в кормушку и наблюдала, как корова жует. Рабочий день врачей начинается обычно в 8 утра. Специалистов ожидают в животноводческих владениях многих сел. Сегодня мы пытаемся показать вам, как вы видите, как у нас есть дни для медицинского лопата. Мы начнем с производства овинов, а потом у нас порчин и овинов. Для того, чтобы у нас есть и овинов, и овинов. И мы начнем работу. У нее калоридные лопатки. Метал точно есть. Все. Вот. Есть. Хорошо. Хорошо, моя девочка. Хорошо, 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 хорошо. Вот так. Есть. Для качественной работы в распоряжении ветеринарного врача должно быть большое количество препаратов и инструментов. К примеру, набор для биркования животных, состоящий из плоскогубцев и бирок, необходимый для присвоения идентификационного номера животному. Малый фермер Павел Левко занимается овцеводством в селе Братушан из 2014 года и помнит, когда здесь была круглосуточная ветеринарная лечебница. К сожалению, в сложные моменты фермеру приходится вызывать врача из единиц. В каждом населенном пункте был все-таки свой специалист, и это было проще. Ты можешь ему в любое время суток обратиться и непосредственно оперативно принять какое-либо решение, необходимое в нужный момент. Потому что в ветеринарии, особенно в зоотехнии, очень большую роль играет даже минута, час. Специалисты также отмечают, что ветеринаров, лечащих продуктивный скот в сельской местности, осталось очень мало. Молодые врачи предпочитают открывать свои клиники и лечить мелких животных. Ветеринария в ветеринарных клиниках ушла далеко вперед. И сейчас в ветеринарных клиниках есть рентген-аппараты, есть стоматологические кабинеты, есть аппарат-монитор пациента и так далее. Есть очень хорошее оборудование и наши ветеринарные специалисты они гигантскими шагами ушли вперед. Если говорить о крупных животных, коровы, лошади, свиньи, то вот в этой части у нас немного дела обстоят хуже. Работать с крупными животными сложно, запахи, условия работы, все это накладывает отпечаток. Так, все, не ври, не больно. Все, поздравляем вас, вы вакцинированы. Молодой специалист Виктория Малишевская закончила Тираспольский университет по специальности ветеринария для того, чтобы продолжить семейное дело. На протяжении 8 лет Виктория вместе с отцом и сестрами лечит животных в клинике, а также выезжает на вызовы вблизи Бельц. В клинике всегда есть люди. Очень многие люди обижаются, уходят, говорят, что у вас большие очереди, мы пойдем туда, где очередей меньше. Поэтому ветеринары всегда нужны. Это та профессия, которая лечила животных раньше, которая лечит животных сейчас. Из-за этой профессии, мне так кажется, будущее. Молодая специалистка с радостью вспоминает время учебы и своих сокурсников, с которыми до сих пор поддерживает связь. К сожалению, не все одногруппники Виктории нашли себя в этом деле. У кого-то не было того интереса, скорее всего. Кто-то просто решил связать свою жизнь с чем-то другим. Многие, когда идут, вот сейчас, по крайней мере, из молодежи, они думают, что будут работать с собачками, кошечками, университет или колледж, неважно. Там основная база, она идет на крупнорогатом скоте, на продуктивных животных. Поэтому многие пугаются, говорят, что они не смогут так работать и просто пропадает интерес. Из-за большого потока пациентов Виктория и ее коллеги часто встречаются с профессиональными трудностями. Но при этом профессия ветеринара для них все равно остается бесценной. «Почему-то складывается такое мнение, что раз ты ветеринар, значит, ты должен помочь. У тебя не должно быть свободного времени. Раньше все приходили и говорили, что ты очень молодая, чего ты можешь, как ты будешь лечить наше животное. И, наверное, даже не в возрасте дело, а в том, что все привыкли, что раз ты ветеринар, значит, ты мужчина. Такой вот солидный мужчина, который должен лечить. И девушкам было немножко труднее вот в этом плане. Это вообще даже не про деньги наша работа ни разу. Это в первую очередь про любовь к животным. Про помощь. Про помощь и животным, и людям. Братушанский колледж ветеринарной медицины и аграрной экономики является единственным средним специальным учебным заведением в Молдове, подготавливающим ветеринарных фельдшеров. Колледж обустроен всем необходимым для изучения практической части профессии. В последние 10 лет, база технико-материала а cresкут очень сильно. Например, мы имеем с поддержкой проекта «Creatиво», построенная в Клинице Ветеринарной, на Норду Республики, в Молдове, у них единый, которые могут действовать хирургические, тратименты. В этом случае мы имеем 22 кабинета и 12 лаборатория, у нас все необходимые. По сравнению с первым выпуском колледжа, в котором количество студентов составляло 25 человек, в 2024 году оно выросло практически в два раза. Уже в этот год, даже из этих абсолвентов, которые я вам сказали, абсолвентов 2024, у нас уже два учебника которые были требованы для двух клиников в Кишиневе и они будут приглашены. Но, по сравнению с этим, мы имеем сочетания и из-за фермеров, которые входят в ферме Республика Молдова. Студенты колледжа, в свою очередь, считают, что готовы работать в более тяжелых условиях и бороться с профессиональными проблемами, если этот труд будет оплачиваться по достоинству. В городе очень много рабочих мест, много клиник, а в сельской местности, думаю, тяжелее с этим, все намного хуже. Есть фермы, есть предприятия, но нет благоприятной заработной платы и хороших условий, поэтому все стремятся в город. Я буду работать с крупнорогатым скотом, с производственным скотом. Да, конечно. У нас учителя, наши педагоги учат нас как с разными животными обращаться. То есть мы можем зафиксировать животных с легкостью, то есть у нас не представляет большого труда. При этом государство старается привлечь молодых специалистов к работе в селах. Так, начиная с 2023 года, студентам ветеринарных специальностей выплачивается в три этапа сумма в 175 тысяч леев. Предоставляются жилье и компенсации на энергетические ресурсы. Начиная с 2023, в прошлом году, зарплаты на медицинские зарплаты и начиная с 1 января 2024, зарплаты на институты. Всего в Республике Молдова зарегистрировано 547 врачей-ветеринаров различного профиля, за исключением государственных служащих. На севере страны количество ветеринаров достигает 122 специалистов, из которых больше всего во флорештах – 22 специалиста. Также в 2023 году в Республике Молдова было зарегистрировано всего 128 553 головы продуктивного скота, из которых число коров составило более 76 тысяч голов, свиней – более 123 тысяч голов, овец – более 395 тысяч голов и коз – более 132 тысяч голов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...